всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас с вами внеплановое включение что-то у меня сегодня странный день и я решила записать такое разговорное видео хотела пообщаться с вами как с друзьями и за одну выпрямить свои лохматые волосы вот так они выглядят после мытья они еще слегка недосушены но если честно мне уже наплевать я уже не могу больше ждать вот вот такой у меня утюжок я его кстати показывала все стерлась гамма профессионал вот такая вот сумка к ним ведет жаростойкой основой вот вообще я сегодня сегодня очень странный день я прямо если честно очень сильно грущу короче кто как кто на меня подписан ради парфюмерных подборок вы можете просто закрыть это видео и вернуться когда а давайте я вас подниму также получше огонь и вернуться и тогда как то будет парфюмерные подборки и будет скоро их будет скоро они будут скоро завтра получается буду снимать два видеоролика это будет тоже на тему осенних ароматов вот но не буду раскрывать чё конкретно посмотрите у меня сегодня вышло видео про новую зарю у меня там такая форма подача смешная блин на самом деле мне стало гораздо проще разговаривать с камерой я как-то больше становлюсь собой чем знаете вот эта вот история серии сесть перед камерой а здравствуйте дорогие подписчики в общем не стало проще разговаривать но это вопрос привычки наверное вот и многие отмечают подачу я не знаю может это такая фишка рассказывать в такой повседневной форме об ароматах вообще конечно я бы рассказывала и про косметику но я вижу что эти видео практически не набирают просмотры то есть очень мало единственное что есть запросы на макияж вот у меня смотрите макияж нет макияжа брови губы и румяна я нанесла чтобы уж совсем перед камерой не сидеть с голым лицом могу сразу сказать ой у меня тут расческа кстати вот моя расческа любимая танкл тизер я могу сразу сказать что кстати можете волосы тоже неправильно выпрямляю знаете вот эти вот ролики где визажисты или бьюти-блогеры им приходят ароматы какие-то на обзор они не знакомы с ароматами как правило такие ой господи ну я вот не умею вот это вот на ноты разложить знаете вот такой сарказм некий в адрес блогеров парфюмерных да что ты но это не но я не умею рассказывать на ноты говорят они а вот я не умею выпрямлять волосы вот это от лица к лицу вот это вот ощущение что касается макияжа да у меня есть хороший навык макияжный мне сейчас очень просто лень делать макияж особенно повседневный особенно когда я еду там на один-два урока вот но для видео я конечно делаю макияж и у меня поступают запросы несколько раз поступали что снимите как вы краситесь я снимаю на телефон на айфон поэтому у меня нету там макро режима показывать все куда я чё наношу навряд ли будет такое видео особенно если я с ним промучаюсь просто три дня а потом его никто не посмотрит так что не знаю может быть когда-нибудь вот эти волосы кстати мокрые нельзя да так делать может быть когда-нибудь я и запишу макияжи может быть я буду обозревать косметику кто знает мне всегда это раньше нравилось я вам рассказывал что я писала на рекоменд отзывы про косметику я хочу кстати возобновить это дело по одной простой причине мне нужна монетизация вы знаете я у меня более 1000 подписчиков на сегодняшний день вас 1170 людей естественно я вот не могу даже представить вот вроде в рамках ютуба эта цифра вообще небольшая но если представить 1170 людей на площади это много людей это дофига и я прям представляю что все эти ну не все конечно они меня смотрят и вы мне регулярно даете какую-то обратную связь и вы уже становитесь моим онлайн-сообществом так скажем я очень рада этому но я не не могу я не умею просить донаты то есть вот это скидывайте мне донаты у меня конечно указана карта юмани кошелек но на нее во первых никто ни разу ничего не скинул во вторых но я не умею вот это вот делать просить вот поэтому мне нужна монетизация вот и вчера мне youtube предложил монетизацию канала я такая чё и естественно ничего не получилось сделать потому что вот этот аккаунт advance advance не знаю в общем кто знает тут в курсе не удалось его создать просто для вывода денег потому что там нет россии там не указана россия и мне какая-то дебильная просто установка в голове что я везде опаздываю что просто вот я сделал youtube канал через месяц убрали монетизацию я начала фигачить в кавер-группах наступил к вид я занялась музыкой там я не знаю опять же наступил к вид и концертная деятельность она вся просто ну это конечно отговорки группы работают я знаю что группы работают те которые стоят на ногах те у которых нормальный менеджмент те у которых есть программа и промо ролики это все очень дорого стоит у кого есть костюм вот эти группы работают у меня же я хочу сказать что монетизации на ютюбе нет я не смогу подключить я не знаю как никак то есть пока youtube там не поменяет условия для россии никак видимо и сегодня утром мне пишет моя ученица а что она временно покинула страну мы все понимаем что у нас происходит сейчас я думаю что я все комментарии к этому видео я буду отправлять на модерацию сразу то есть если вы что-то напишите увидите что это сразу удалилась и значит комент ушел на модерацию потому что буду разные темы затрагивать в общем она покинула страну и сказала мне за все спасибо на тебе говорят за все спасибо это навевает на мысль что человек не вернется вот у меня не так много было частных учеников то есть я давно распрощалась с вокальными школами где преподавала вокал где кто не знает они в курсе я певица и педагог по вокалу и по образованию и по деятельности уже много лет преподаю я где-то года третий год получается у меня было не так много частных учеников но когда они ходили дважды в неделю у меня в целом рисовалась нормальная зарплата в месяц вот а мне нужно платить кредиты ипотеки и прочее естественно у меня куча дорогого парфюма который я хочу покупать продолжать да но я помните говорила что я себе поставила лимит ля 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 так я себе поставила лимит и в итоге я мне просто не на что покупать один из моих учеников в данный момент в европе другая покинула страну кто-то в декрете кто-то просто отмораживается не хочет не может не знаю по каким причинам в общем получилось так что я в данный момент вообще осталась без работы и соответственно без средств к существованию практически вот сегодня вот такой вот ужасный день у меня смотрите разницы да вытянула немножко и вот так но если я не расчесала эти волосы а просто высушила естественным образом они были бы вот такими мелкими кудрями что тоже прикольно вот этот вот выпрямитель он еще так трескается смешно потому что у него якобы есть какая-то ионизация я уж не знаю что это дает хорошо это плохо так вот то есть я у вас безработная по сути единственный мой доход который стартует слава богу сейчас у меня есть замечательная подруга восхитительная певица она была на проекте голос самым первым кто смотрел тут наверняка поймет о ком речь но вернее если именно зовут его поймете но я не буду называть имя и она сейчас довольно известным стала коучем тренером по вокалу в россии в принципе не только в россии для снг в том числе и она запускает свои курсы онлайн обучение я уже на этих курсах несколько лет получается 2 наверно года несколько лет работаю в качестве куратора то есть студенты закрепляются за мной я их веду в течение курса проверяю домашние задания корректирую где нужно это конечно такая адовая работа я могу сказать как в принципе любой любая педагогическая деятельность в нон-стопе то есть когда за вами закрепляется 20 человек нужно каждого отсмотреть каждую нотку проверить до услышать и вот такую вот простыню ему накатать с ошибками там возможно дать какие-то вторые шансы и кучу лайфхаков надавать как исправить и так далее вот сейчас запускается такой курс я помню что в том году он тоже был но у другого формата и я тогда работала еще в двух вокальных школах и на этом курсе и у меня был такой адовый просто конец года зато мне что-то там удалось заработать вроде даже так знаете не прям супер но нормально вот а сейчас я буду работать на этом курсе единственное что вот у кого такая же установка как у меня не работать с друзьями не 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 как сказать не ввязываться с друзьями в какие-то финансовые моменты да потому что можно друг друга не понять не услышать и потом будут либо какие-то обиды либо недопонимания вот у меня пока такого не было но вы сами понимаете это всегда очень удобно просить за себя тем более у друга и так далее а из вокальных школ вот кому интересно может быть про вокальные школы я работала в трех вокальных школах за последние несколько лет вот и там работы строятся таким образом вы получаете сумму фиксированную то есть может прийти группа на урок например там четыре человека вот в той школе в которой я работал там была фиксированная сумма как за группу так за индивидуальный урок то есть там вы получаете одну треть наверное от суммы которую как клиент платит школе и это очень неблагодарно когда ты с ним херачишь просто 90 минут уже ты без голоса сидишь 10 вечера ты уже просто не можешь не слышишь ты уже забыла кто 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 был утром ну или днем там по именам уже естественно вообще ноль в памяти и как бы вот это очень такая зарплата выходила что мне нужно было работать в двух школах авто во второй школе вообще была интересная история там у них видимо такая была политика что преподаватели берутся на три месяца который мне естественно никто не сказал и смотрится если он там зарекомендует себя как-то невероятным образом то возможно он останется но как правило берутся преподаватели на три месяца они отводят пробные бесплатные уроки пробные бесплатные уроки это когда не клиент не платит за урок за 1 то есть приходит халявщики тупо не препод не получает ничего за этот урок он получает в одном случае если купит абонемент абонементы например могут стоить 60 тысяч рублей и естественно человек который пришел на халяву на пробный бесплатный урок очень редко оставляет 60 тысяч ну вы понимаете соответственно потом эти преподы которые набрались через три месяца убираются берутся новые это очень выгодно для школы потому что но я говорю про конкретную школу которую я не буду называть не везде так но вот так было то есть ты работаешь тупо бесплатно тебе весь день забивается расписание и это пробные уроки и все это ничего не получаешь ты тратишь на еду тратишь на проезд трачу свое время остаешься без голоса концу в общем это очень неблагодарное занятие хотя есть и другие школы где ценник по дешевле где по лояльнее все и где больше продаж и где ты в принципе начинаешь зарабатывать есть такие я думаю что я буду опять час искать какую-то школу хотя я очень хотела от них уйти потому что начав работать частным образом ты понимаешь начинаешь ценить свой труд и ты имеешь другие деньги они вот эти вот 500 там 800 рублей за урок вот при том что к тебе могут прийти очень вредные люди особенно если это пробный урок ну в общем очень разные меня это прокачало как человека очень смешно да я выгляжу меня это прокачало как вокалистку просто нереально потому что я начала слышать такие мелкие нюансы через год такой работы что это вообще огонь вот но все таки мне хотелось со своими людьми работать то есть если я не хочу работать с каким-то человеком я его просто не беру на уроки если он там какой-то вот такой там но я не знаю а сейчас вот походу придется начать искать школу на вакансий мало я вообще не понимаю как жить серьезно я у меня просто нервные уже хихиканье какое-то начинается вот вообще очень тяжелый год я думаю что для очень многих людей на земле на планете то есть не только для нас для нашей страны а в принципе уходят люди там борис моисеев еще кто-то из звезд нас покинул прям много в этом году и много неприятных событий и в жизни очень много неприятных событий у меня был такой тяжелый период что я просто у меня чтобы понимали посидеть посидела бровь в мои годы но потом как-то я вырулила общем эту бровь я не знаю если смысл рассказывать потому что но я рассказывала что у меня такие дикие нервные срывы были на фоне болезни близкого человека там я видела в этом и реанимации все на свете причем два раза подряд два раза за один месяц и потом я начала ловить естественно и панические атаки и истерики либо слезы либо ор я из этого до сих пор не могу вырулить я понимаю что вы смотрите такие позитивные видосы со мной про духи вообще не знаю как я снимала их особенно если посмотреть июльские июльские там видно какая вот такая вот просто потом уже стало проще легче я думаю что люди которые сталкивались с восстановлением родственников после болезней это было пять месяцев и до сих пор это идет где понимают о чем я говорю то есть тут можно словить очень жесткое эмоциональное выгорание я когда летела в сочи там есть на из севане эти медиахаб раньше были нормальные фильмы чувством какая-то хрень если честно вот мне нашла какие-то психологические подкасты чтобы не терять время послушала его в полете и там я успела до половины дослушать но там говорилось о том что люди которые идут в медицину например да спасать жизни медсестры те люди которые идут в социальные работники чтобы помогать они идут с открытым сердцем первые до годы но в кого они превращаются очень часто через несколько лет такой работы они превращаются в очень хладнокровных таких людей так бывает я не говорю про всех но то что я тоже в своей жизни встречала то есть там нет никакой жалости уже сострадание к человеку который просят там уже есть такое и пренебрежение даже мы это видим и от врачей к сожалению которые на своей работе вы выгорают за несколько лет то есть можно смотрю на себя вот у меня такие волосы то есть верхушка у меня вот такая пуши пушистенькая вот я смотрю на врачей да прежде всего я вижу как как они безразличны в некоторых случаях к сожалению там где это вообще даже неуместно одно дело сохранять холоднокровие когда ты делаешь операцию человек это хирург а другое дело когда активе приходит за помощью и теперь насрать так вот что я могу сказать я словила примерно такое же эмоциональное выгорание то есть я перестала сострадать я перестала с пониманием относиться я перестала быть вежливая словила именно уже куда агрессию то меня в агрессию мотает у меня мотает слезы в общем это все длится по сей день ну как бы уже конечно я бы привыкала вот я сейчас посмеялась а мне вообще не смешно я пропила все что есть но не все конечно много чего есть наших аптеках то что в доступе да там афабазол там какая-нибудь пассифлора вот такие вот знаете все месяца 4 я прямо на них сидела на всех но я не знаю тут конечно видите после такого дикого стресса который я испытала вообще весной именно связанной с моей семьей это что я насмотрелась на это что я вообще пережила и вообще не понимала чего будет дальше тут наверное нужна работа с психологом но психолог это конечно большие деньги должны быть возможности мне нет возможности мне подруга говорит но есть же бесплатная психологическая помощь ну извините бесплатная психологическая помощь это когда ты уже просто на грани или и звонишь как в последний раз это уже вот ну вот я про эти моменты а так чтобы вас консультировали но навряд ли очень сильно сомневаюсь вот смотрите что как получилось стало более аккуратно единственное что у меня волосы недосохшие еще и не совсем она разгладилась так как нужно но я могу сказать что это вот максимум который я могу добиться с выпрямлением волос мне даже челка она вон какая она очень странная даже в приду в последнем видео вы можете наблюдать как она вот так развернута но я не хочу обрезать пусть отрастает может быть будет ровный срез пока так вот вот короче у меня сегодня вот такое настроение думаю что мне делать дальше я не знаю может я рекоменд монетизирую там знаете какая монетизация на 50 копеек в день на цене приходит рублей 5-10 в день вот так ну то есть эта фигня полная очень жаль что на youtube люди отключили возможность монетизации я вообще вот по поводу моей профессии да я музыкант и я певица прежде всего я у меня есть опыт работы например в кавер-группах на мероприятиях не такой большой как хотелось бы потому что если честно я дикая трусиха я лишний раз на кастинг не пойду я кастинг обойду то же самое касается всяких проектов типа голос и всего такого то есть я буквально года два назад поняла что я наверно готова туда попасть но это очень страшно это прям дико страшно конкурентная среда кого-то может быть будоражит меня очень сильно напрягает конкурентная среда особенно когда я вижу хорошо поющих людей то есть для того чтобы попасть на голос недостаточно отправить туда свой голос нужно быть харизматичным внешними данными выделяться чем-то зацепить киногеничным и так далее люди сейчас на голос они снимают профессиональные ролики видео то есть не просто так сесть перед камерой привет далее или спеть что-то такое что сейчас уже никого не удивишь пением там будет не хилстон вот все что угодно я могу вокально вытянуть почти любую по сложности песню но вот этот страх вот это дрожание это все конечно это все конечно убирается только сценической практикой это это я знаю людей которые были на голосе которые еле вывезли потому что даже несмотря на то что у них адовая сценическая практика а есть те которым в кайф есть и кого рок-н-роллит в общем по-разному вот но тем не менее я пела в коверах я ищу себя усиленно группу который можно присоединиться чтобы начать работу в коверах на мероприятиях но после 20 года резко схлопнулась эта сфера то есть те кто были те остались но новые не развиваются то есть у меня все посыпалось и я себя вижу конечно больше исполнителем чем педагогом у меня педагог для меня это вот например знаете дом большой красивый дом и к нему пристройка вот пристройка это моя деятельность я бы хотела чтобы было так а дом это исполнительская пока у меня наоборот это в общем очень сильно подкосилась эвент сфера вся с двадцатого года начиная вот плюс я не знаю мне наверно надо похудеть сейчас просто знаете еще берут звезд прям кавер-группы то есть не просто девушек хорошо поющих а прям чтобы был рост ну я ростом не вышла рост у меня 164 понятно что там с каблуками там будет под 175 ну или там под 180 даже можно но на сцене ты на 15 сантиметровых каблуках особо не попрыгаешь это я уже знаю по своему опыту хотя я прыгала было такое вот это навык просто иметь и беру часть тех кто был на голосе например то есть какой-то должен быть бэкграунд у человека что вот я вот мое видео вот я в телике да и тогда ты у тебя рассмотрят я имею ввиду хорошо оплачиваемой кавер-группы я ищу вот просто я уже про сбилась ногу я стучусь во все двери и нихера я не знаю вот идет год другой третий идет вот конечно конечно же я не хотела бы возвращаться ни в какие офисы офисные работы это уже настолько все далеко ушло что люди даже те которые там не знаю 10-15-20 лет работали в офисах они еще сидят дома на удаленках потому что это удаленка она уже и свободный график он вошел уже в нашу жизнь с 20 года и он по сей день применим вот а так настроение у меня конечно дерьмовое я не знаю вообще выложу я это видео или нет я не знаю в общем ну что могу сказать очень тяжело сейчас всем тяжело и и всех наверное хочется как-то обнять через камеру потому что у меня у самой были такие моменты когда я просто хотела чтобы меня просто обняли и все вот так вот если вам сейчас плохо также как мне я вас обнимаю вот такое получилось видео комментарии как я уже сказала будут все уходить на модерацию если если я сказала что-то лишнее то не обессудьте тогда переходите только на парфюмерный контент на моей странице все буду прощаться с вами пока